Здравствуйте! Уже последний вечер нашей конференции. На протяжении нескольких дней Господь Бог дал нам большую милость. Самое важное. Да, для духовной жизни мы должны пожертвовать, мы должны трудиться. Но самое важное, когда наши сердца соединяются с сердцем Бога, у нас начинает перетекать сердце Бога. Когда у нас будет одно сердце с Богом, и мы будем с Богом едины. Как Бог свят, мы будем святы. Как у Бога есть сила, так и у нас будет сила. Пожалуйста, откроем сегодня Диане, третью главу. Будем читать с первого по десятый стих. Если вы нашли, я прочитаю. Я прочитаю. Петр и Ян шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек храмой от шлева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милости не у входящих в храм. Он, увидев Петра и Яна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр и Яна, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскорчив, встал и начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужасы и изумления от случившихся с ним. Сегодня я был немного занят. Сегодня с пяти утра до семи мы проводили общение с служителями, которые служат по всему миру. Я рано приехал в церковь, и в пять утра мы начали общение наших служителей. Иногда мы со служителями собираемся и обсуждаем и слушаем новости из разных стран мира. После завтрака я участвовал на утреннем семинаре. После слова я пообедал. И сегодня в три часа дня была свадьба, и я хотел передавать слово. Где-то два часа я выехал, и потом полчетвертого было венчание. И когда я вернулся, уже было четыре часа. По вечерам я стараюсь играть в мяч. Мы поиграли в мяч. И потом я торопился к ужину. И после ужина я снова встал за кафедрой, чтобы передать слово. Незаметно быстро проходит время. Но, знаете, я так благодарен. Потому что сердце Господа Бога идет в моем сердце. И мои дела становятся не моими делами, а делами Бога. Мы сегодня утром говорили о Петре. Петр отрекся от Иисуса трижды, и поэтому он мучился из-за этого. Он думал, так, не пойдет. Я же трижды отрекся от Иисуса. Какой из меня ученик Иисуса? Я рыболов. Какой из меня ученик Иисуса? Я пойду ловить рыбу. Но он не смог поймать ни одну рыбу. И рано утром к нему явился Иисус. Есть ли у вас что-нибудь? Нету. Закиньте сеть по правую сторону. Они закинули сеть по правую сторону. И поймали рыбу. Когда они пришли на берег, Иисус разжег огонь, и он приготовил хлеб. Петр безмолвно сел напротив Иисуса и вместе с ним завтракал. После завтрака Иисус спросил, Симеон и Янин, любишь ли ты меня, нежели все они? Петр очень сильно страдал, потому что он трижды отрекся от Иисуса. Иисус воскрес! Ну какой из меня ученик Иисуса? Я не достоин быть его учеником. Я пойду лучше ловить рыбу. Но явился Иисус и начал беседовать с Петром. Закончили завтракать. Иисус спросил у Петра, Симон Янин, любишь ли ты меня, нежели все они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Посей овец моих. Иисус воскрес на третий день. Когда Иисуса схватили, он трижды отрекся, говоря, что он не из-за этого Иисуса. Из-за этого он сильно страдал. И для него встреча с Иисусом была большим временем. Какой из меня ученик Иисуса? Я же трижды отрекся от Иисуса. Я не достоин быть его учеником. Но Иисус спрашивает у него. Симон Янин, любишь ли ты меня, более нежели они? Ты и знаешь, что я люблю тебя. Посей овец моих. Петр был в изумлении. Я отрекся от Иисуса, а Иисус говорит, чтобы я пас его овец. Пока Иисус трижды спрашивал у Петра, Симон Янин, любишь ли ты меня? Когда Петр размышлял, правда в том, что он любил Иисуса. Но уже трижды отрекся от Иисуса. Но Иисус сказал, спаси овец моих. Значит, Иисус принимает и таких, как я. Только недавно он думал, что Иисус оставит его, потому что он отрекся от Иисуса. Но с того момента у Иисуса появляется одно сердце с Петром. После вот того дня, когда Петр передавал слово, три тысячи человек получали спасение. Петр шел в храм. И он увидел храмового срождения, который просил милостыню. Как вы думаете, о чем подумал Петр? Как бы поступил бы Иисус на этом месте? А он исцелит этого больного. У меня ведь то же самое сердце, что у Иисуса. А если я скажу, он исцелится? Петр стал теперь Иисусом. Совсем недавно он был Петром. Нет, подожди, если у меня сердце Иисуса, значит, я Иисус. Он сказал храмому. Взгляни на нас. Он взглянул, надеясь что-то получить. Серебра и золота нет у меня. А что имеет, то дает тебе именем Иисуса Христа. Назирей, встань, не ходи, потянул его за правую руку. И этот хромой встал с места. Много лет тому назад у меня был подобный случай. Я был дома, и у меня зазвенел телефон. Мы сказали, брат Ким Чуан лежит в больнице из-за рака. Его состояние ухудшается, и он сможет прожить максимум три дня. Я попросил, чтобы один знакомый пастор, который находился в Чунчжо, встретился с братом Ким Чунган в больнице. Этот пастор побывал у него и приехал ко мне. И говорит, пастор, он долго не сможет прожить. Врачи говорят, что ему осталось два-три дня максимум. На следующий день я ехал в город Куангчжо. Я, моя супруга и мой сын, мы троим хотели поехать в Куангчжо. Я сказал, мои супруги. Дорогая, давай, мы на час выйдем раньше. И по пути мы давай заскочим к брату Ким Чуан в больницу. Я, моя супруга и мой сын, мы поехали в больницу Чунгбук и встретились с братом Ким Чуан. Когда я открыл дверь в палату, Знаете, он лежал и было непонятно, он еще живой или уже умер. А супруга брата Ким Чуан, она лежала за кроватью, опустив голову. Мама брата Ким Чуан, она подняла голову, посмотрела и увидела меня, и потом отпустила голову. Она безмолвно плакала. Брат же, совсем не двигался, не было непонятно, он жив или уже мертв. Когда я зашел в палату, тень смерти начал наполнять меня. И знаете, о чем я тогда подумал? Если бы в это место пришел бы не пасторок-супак, если бы пришел бы Иисус Христос, что бы произошло тогда здесь? Я подумал. Знаете, я часто, когда читаю Библию, когда я оказываюсь в какой-то трудности, я думаю, как бы поступил бы Иисус на моем месте? Ведь и внутри меня есть Иисус, и я верю в Иисуса. Он будет трудиться. Такая вера появляется у меня. Знаете, брат еще не умер, но в сердцах брата, родственников братьев было, что он мертв. Я подумал. Что было бы, если пришел бы сюда Иисус? Если бы пришел Иисус, он бы обязательно истерил бы этого брата. Иисус вполне может дать ему здоровье. Я подумал об этом. Потом, знаете, о чем я подумал? Ведь у меня то же самое сердце, что у Иисуса, значит, Иисус во мне. Тогда Иисус, который во мне, он исцелит этого брата. Такая вера начала формироваться внутри меня. Я сказал, брат Ким! Открой глаза, посмотри на меня! Я закричал. Он говорит, да, пастор. Я сказал, брат Ким, тебе говорят, что тебе осталось 2-3 дня. Это положение. Знаешь, о чем я сегодня подумал? Я подумал, если бы в эту палату пришел бы не я, а Иисус, тогда что бы произошло здесь? Что было бы, если Иисус бы пришел в эту палату? Иисус скажет, ой, ладно, пока, умирай, но я пошел. Так скажет? Нет, Господь ни в коем случае не уйдет мимо. Брат Ким умирает. Супруга мучается. Плачет. У меня появилась вера, что Бог обязательно исцелит этого брата. И эта мысль придала мне силу. Я сказал, брат Ким, проснись. Открой глаза. Взгляни на меня. Я сказал. На это брат сказал, да, пастор. Врачи говорят, что ты сможешь прожить только два-три дня максимум. Но это положение. Если Иисус пришел в это место, ты думаешь, Иисус пройдет мимо, не заметив тебя и не заметив твою мать? Нет, Иисус Христос ни в коем случае так не поступит. Он обязательно исцелит тебя. И внутри меня есть Иисус. Иисус может исцелить также и тебя. Если у тебя будет одно сердце с Иисусом, Иисус никогда не проходил мимо больных на земле. А это значит, что если Иисус здесь, тогда Он исцелит и твою болезнь. Знаешь, что важно? Ты должен внимательно послушать меня. Сердце Иисуса. И если твои мысли будут едины с Иисусом, у вас будет одно сердце с Ним. Сегодня у нас было венчание. И жених красивый, и невеста была красивой. Я передавал слово, и я был так счастлив. Вечером мы приехали в молитвенный дом и играли мяч. Пришли родители, жениха и невесты. И поэтому мы немножко беседовали, и потом они уехали. Я был очень благодарен. Если Иисус Христос придет в это место, Он ни в коем случае не пройдет мимо. Он обязательно исцелит брата. Ведь внутри меня есть также Иисус. Значит, Он исцелит брата. Тогда что мне нужно сделать? Я сказал брату, Брат Ким, открой глаза. Взгляни на меня. Он сказал, да, пастор. Брат Ким, тебя лечили несколько месяцев. И врачи говорят, что ты умираешь. Может быть, тебе осталось 2-3 часа максимум. Но, брат, подумай. Сегодня я пришел в это место. Но я подумал, что было бы, если бы пришел не я, а пришел бы Иисус. Иисус бы передал бы Слово. Он бы совершил бы дьяни. И самое главное, Он бы не прошел бы мимо тебя. Увидев тебя, твою супругу, твою мать. Иисус точно не скажет, ой, извините, я занят. Он не уйдет. Он обязательно исцелит твою болезнь. Так бы точно поступил бы Иисус. Но знаешь, что важно? Если у тебя будет одно сердце с Иисусом, Тогда проблема этой болезни уже будет проблемой Иисуса. И тогда у тебя будет одно сердце с Иисусом. Послушай внимательно. Иисус был на земле 33 года. Где бы Он ни был, на поле, на дороге, в Иерусалиме или в деревне, Он никогда не проходил мимо больных, Он обязательно исцелял их от болезни. Если здесь находился бы Иисус, Иисус обязательно исцелит твою болезнь. Но есть одно условие. Знаешь, когда Он исцеляет болезни? Поскольку Иисус исцелял всех больных на земле, когда у тебя будет вера, что Иисус хочет меня исцелить. Проблема заключается в том, что Диане Иисуса происходит, когда у тебя будет одно сердце с Иисусом. А знаешь, как сделать, чтобы было одно сердце? Я читал Библию, и Иисус никогда не проходил мимо больных. Если бы Иисус был бы здесь, Он бы обязательно исцелил твою болезнь. Он исцелит твою болезнь. Если у тебя будет одно сердце с Иисусом, у тебя должна быть вера, что Иисус исцелит твою болезнь. Иисус желает исцелить твою болезнь. Если ты веруешь, что Он исцелит твою болезнь, у вас будет одно сердце. Тогда Иисус будет действовать у тебя. Рак – это не проблема. Вот как состоит духовная жизнь. Да, я могу совершить зло или грех. Но когда я в Библии обнаруживаю сердце Иисуса, а вот какое сердце у Иисуса, я хочу соединиться с сердцем Иисуса. И когда у нас одно будет сердце с Иисуса, с того момента, где бы мы ни находились, Иисус начнет действовать. Сегодня утром я говорил о Петре. Петр трижды отрекся от Иисуса. Поэтому думал, что Иисус не любит его. Он думал, что Иисус отвернется от него. «Какой из меня ученик Иисуса? Я недостойен быть учеником», – думал Петр. «Я рыболов. Пойду ловить лучше рыбу». Иисус воскрес через три дня. Он должен об этом свидетельствовать многим народам. Иисус воскрес. Он воскрес через три дня. Я видел, как Он жив. Он воскрес. Он очистил наши грехи. Ведь Он должен свидетельствовать об этом. Но Петр не поступил так. «Какой из меня ученик Иисуса? Я же сказал, что не знаю Иисуса. Какой из меня ученик Иисуса? Я недостойен быть учеником Иисуса». «Я рыболов. Пойду ловить рыбу». Он оставил свою должность и пошел ловить рыбу. Порой я бываю, посещаю дома братьев и сестер. Сейчас из-за коронавируса редко получается. Я видел, когда я передаю слово, они получают благословение. Брат Ким Чуан. Если он соединится с сердцем Иисуса, у них будет одно сердце с Иисусом. Сегодня вечером, не важно, кем вы являетесь, если вы обнаружите сердце Иисуса, если вы прикреплитесь с вашим сердцем к сердцу Иисуса, у вас будет не одно сердце с Иисусом, о котором написано в Библии, а у вас будет одно сердце с Иисусом, который в Царстве Небесном. А если у вас будет одно сердце с Ним, все ваши проблемы станут проблемами уже Иисуса. Что я должен сказать брату Ким Чуан? О том, что Иисус желает тебе исцелить. Он поможет тебе. А, Иисус исцелит меня. Если у нас будет такая вера, у тебя будет одно сердце с Иисусом. А если у тебя будет одно сердце с Иисусом, поскольку Иисус с тобой, Он может действовать. Болезнь и рак – это не проблема. Знаете, у меня часто были мысли, которые отличаются от мыслей Иисуса. В моей жизни были трудности, я обманывал, я воровал. У меня не было сердца Иисуса. Но в 62-м году я узнал, что Иисус Христос умер на кресте за мой грех. Иисус говорит, что Он начислил все наши грехи. Но если я называю себя грешником, тогда я имею иное сердце, отличающее от сердца Иисуса. Тогда Иисус не может действовать во мне. Хотя я грешник. Но раз Иисус говорит, что Он начислил мои грехи, я должен, должен сказать, что мои грехи омыты. Тогда у меня будет одно сердце с Иисусом. Понимаете это? В прошлом году мы проводили Рождественскую контакту. И там есть такая сцена. Одна пожилая бабушка с дедушкой, они идут и договорились пойти вместе кушать. и дед говорит. Супруги говорят. Да, муж, да, дед говорит. Пойдем, есть куриный суп, который тебе нравится. А бабушка говорит. Нет, пойдем, есть стейки, которые нравятся тебе. Нет, куриный суп, который тебе нравится. Да нет, стейки. Они ругаются. Эх, эта бабуля никогда меня не слушается, говорит дед. Есть такая сцена. Когда дед говорит. Давай будем есть куриный суп. Надо сказать. Хорошо, будем есть куриный суп. Или когда бабушка говорит. Давай будем есть стейк. Надо сказать. Давай будем есть стейк. Но поскольку они всегда ругаются, они не могут прийти к общему. Не надо вам ругаться так же. Если муж говорит. Давай будем есть стейк. Надо сказать. Хорошо, давай будем есть стейк. Если супруга скажет. Давай будем есть куриный суп. Хорошо, давай съедим куриный суп. Нужно просто соединиться с сердцем. Но в спектакле. Да, дед говорит. Давай будем есть куриный суп. А бабушка говорит. Нет, стейки будем есть. Да нет, куриный суп. Нет стейки. Они ругаются. Тут нет повода для того, чтобы ругаться. Да, хочется мне есть стейк. Ну, давай поедем суп, который тебе нравится. Тогда будет одно сердце. У нас много греха. Но Иисус не говорит нам так. Он говорит, твои грехи омыты. Во многих местах написано так, что Иисус пролил кровь, он умер. И поскольку он получил вместо нас наказание, написано, что наши грехи омыты. Что такое вера в Иисуса? Вера в то, что если Иисус говорит, что наши грехи омыты, значит, омыты. Вот так надо веровать. Знаете, как сегодня многие ведут духовную жизнь? Хотя в Библии в многих местах говорится, что Иисус очистил наши грехи. Но люди говорят, нет, я грешник. Иисус говорит, да нет, ты праведник. Нет, я грешник. Ты праведник. Нет, 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 я грешник. Что значит быть с одним сердцем Иисуса? Хотя я многое не знаю. Хотя мне кажется, что я грешник. Но раз Иисус говорит, что я праведник, надо сказать, что я праведник. Вот что значит иметь одно сердце с Иисусом. В Америке есть Канзиас-Сити. И там есть одна сестра у нас. Есть сестра. Ее младшая сестра живет в Корее. Она вышла за американцем и работала учительницей в школе. Вдруг позвонила одна сестра. Младшая сестра позвонила. И говорит, моя старшая сестра, она ученица школы. И у нее обнаружили рак. И поскольку сестра Юнок болеет в Америке, наши родственники совещались и думали, как же нам быть? Давайте соберем деньги. И собрали деньги, сколько есть. Не знаю, сколько они собрали. И дали младшей сестре Хе Йон. И сказали, вот, покупай на эти деньги билет в Америку, и езжай туда. Позаботься о сестре. Приготовь вкусное. Позаботься о ней. И потом, если она умрет, возвращайся в Корею. И эта сестра, перед тем, как уехать, она позвонила мне. Она говорит, пастор, моя сестра умирает из-за рака. И она говорит, я поеду позаботиться о ней. Я сказал ей, когда люди заболевают болезнью рак, они начинают думать только о болезни. Тогда люди быстро умирают. Но даже если заболеть, можно заболевать болезнь и жить в счастье. Надо верить, что ты выздоровеешь. Тогда ты начнешь поправляться. И она уехала. После того, как она уехала, мне казалось, что-то мало, я сказал. Надо было попросить телефонный номер. Конечно, я не смогу поехать в США. Но хотя бы по телефону смогла утешить. И я мог бы помолиться. Но она уже уехала, что поделаешь. Но на другой день у меня зазвенел телефон. И я вижу номер не корейский. Когда я позвонил, это была юнёка, который живет в США, старшая сестра Ким Хе Гём. Я сказал, о, здравствуйте. Она сказала, что она учительница школы, но оставила работу из-за болезни. И я начал общаться через слово. Прошло немного времени. Она перезвонила мне. Я говорил ей слова надежды, и ей становилось всё лучше и лучше. Наверное, а знаете, раз в неделю я общался по телефону с нею. Я вижу, что лицо у неё стало очень нехорошим. Я спросил, что-то случилось? Вы выглядите плохо. Она говорит, да нет, всё нормально. И потом говорит, пастор, спасибо вам за вашу заботу, но мне кажется, я не смогу выжить. Я спросил, что случилось? И что же она говорит? Знаете, я прохожу лечение, и так нет аппетита, что не могу питаться. Я засмеялся. А почему вы не можете есть? У вас что, нет еды? Она сказала, да нет, еда-то есть. Да это почему вы не едите? Она говорит, слишком горько. Нет аппетита, поэтому не могу есть. Я начал смеяться. Она спрашивает, почему вы смеётесь? Вы же только что меня рассмешали, сказал я. Когда? Вы только что рассмешали меня. Сестра, человек, у которого есть рак. Нет, потому что нет аппетита? Как это может быть? Это невозможно. Самое важное, чтобы победить болезнь. Конечно, важно примать лекарства. Но важнее всего это чтобы иммунная система развивалась, чтобы защитить свой организм. А для этого необходимо питаться. Сестра, вы подумайте. Чтобы выжить, надо есть даже горькое. Машина движется, ездить заправить его. Если вы будете жевать и глотать, болезнь сама собой уйдёт от вас. Сестра послушала, говорит, и правда на следующий день её лицо становилось всё лучше и лучше. Прошлая неделя и ей стало намного лучше. Она начала поправляться. Потом мы в Далласе проводили конференцию. Она приехала к нам и говорит, что у неё не было сильно аппетита. Да, хорошо есть, когда есть аппетит. Но те, у которых онкология, даже если у них нет аппетита, надо есть. Когда вкусное попадает, тогда укрепляется иммунная система. И, к моему удивлению, с того дня она начала питаться. по всему дому она разложила еду. Она, даже когда горько, она ела. Прошло немного времени, и она начала намного лучше выглядеть. Было очень хорошо. Знаете, потом была конференция. Я спросил, как вы могли так есть? Она говорит, пастор, разве у меня был выбор? Надо было есть, чтобы выжить. Люди часто не хотят есть, когда нет аппетита. Как бы ни просили, они не едят. Я спросил, ну, как вы смогли сесть? Она сказала, пастор, здесь не стоял вопрос, ты будешь есть? Не будешь? Тут надо, чтобы выжить, есть. Я был очень рад за нее. Прошло некоторое время. Она снова позвонила мне. И говорит, пастор, спасибо вам. Но сейчас уже не получится. Я спросил, что на этот раз? Она говорит, пастор, у меня спазмы в желудке, я не могу выжить. А, вот как. А у вас сейчас есть спазмы? Она говорит, нет, сейчас-то нет. И так снова засмеялся. Что здесь смешного, пастор? Когда есть спазмы в желудке, и если они перестали, значит, вы здоровы. Почему вы беспокоитесь? И сестра сказала, пастор, вы правы. Ей стало намного лучше. Однажды она сфотографировала с мантией выпускника, надела головной убор выпускника и сняла фотографию. я спросил, а что это сфотография обозначает? Она говорит, я выпустилась от лечения химиотерапии и решила провести выпускной от лечения. с того дня этой сестре стал намного лучше. Сестра, которая только недавно умирала. Сейчас я вижу, что ей стало намного лучше. Она снова вернулась в школу. и директор радуется. И директор радуется. Через год весной была Пасха, и наши служители позвонили ей и сказали, сестра, приезжайте в Корею и расскажите, как вы смогли выздороветь. Она приехала в Корею с мужем. И когда мы слушали ее свидетельство, мы с ней получили большую милость. С того дня, когда она встречает людей, у которых рак, она свидетельствует и просит, чтобы я помолился за них, у нас стало через болезнь одно сердце с нею. Не у нее должно быть одно сердце со мною, а именно она стала единой со словом, который я говорил ей. И с того момента проблемой ее становится проблемой Иисуса. Неважно, какая проблема стоит перед нами. Если мы соединяемся с сердцем Иисуса в единое, мы будем едины с Иисусом. И тогда он однаково будет действовать, как действовал на земле. Однажды она переехала в Вашингтон, и сейчас мы общаемся по телефону. Ее муж радуется. И если кто-то болеет онкологией, она звонит мне и благодарит, что я общаюсь с ними. И она живет в счастье. Так вот, когда я был у брата Ким Чуан, брат Ким Чуан, брат Ким Чуан, он умирал. Я подумал, если бы сюда пришел не я, а Иисус Христос, он бы точно исцелил этого брата. Если у нас будет одно сердце, Иисус исцелит меня. А, Иисус исцелит этого брата. Я сказал громко. Брат Ким, открой глаза, посмотри на меня. Да, пастор. Брат, ты умираешь из-за болезни рак. Врачи говорят, что тебе осталось пару дней, максимум. Но послушай меня внимательно. Я читал Библию. А в Библии, какой бы люди не болели болезнью, Иисус исцелил всех людей. И так же в этой палате есть Иисус. Иисус желает так же тебя исцелить. Если у тебя будет одно сердце с Иисусом, с того момента начнет действовать Иисус. А знаешь, как сделать, чтобы у тебя было одно сердце с Иисусом? А, здесь так же есть Иисус, который исцелит мою болезнь. Значит, я выздоровею. Попробуй привести такую веру. Тогда обязательно ты выздоровеешь. я возложил руки на его голову и помолился за него. И брат также поверил, что Иисус исцелит его. Затем мы вернулись в Гуанг-Чжи и провели семинар. Прошла неделя во время завтрака вдруг меня зазвенил телефон. Это был брат Ким. Я говорю, о, брат Ким, ты что, живой? Он говорит, да, пастор. Как твои дела? Хорошо, пастор. Меня сегодня выписывают из больницы. Правда? Аллилуйя! Я был так благодарен. Врач вносил вчера диагноз и говорит, что нигде в организме не обнаружили крепкой рака. Однажды этот брат приехал к нам в больницу во время собрания. Он свидетельствовал, как Господь Бог исцелил его. мы были так неописуемо благодарны, что такое духовная жизнь. Что значит вера в Иисуса? Это значит соединить сердце мое с сердцем Иисуса. Да, мы согрешили. Петр отрекся от Иисуса. И он был уверен, что Иисус не придет к нему. Я не достоин быть учеником Иисуса. Пойду ловить рыбу. Я рыболов. Но Иисус пришел даже в Галилею. Иисус спрашивает, поймали что-нибудь? Что-нибудь есть? Закиньте сеть по правую сторону. И потом поймали множество рыбы. Так они позавтракали. После завтрака Иисус спросил, «Симон, я не любишь ли ты меня нежели они?» Петр сказал. «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Петр любил Иисуса. Но поскольку он отрехся от Иисуса, он думал, что он недостоин, поэтому хотел оставить свое служение. Но Иисус спрашивает, «Любишь ли ты меня нежели все они?» «Да, я люблю тебя!» «Спаси овец моих!» Петр был в изумлении. «Я же отрехся от тебя, Иисус!» «Но ты поручаешь такому мне от своих овец?» «Хорошо, я верю!» «Я буду паси овец твоих!» «Я верю, что ты очистил мои грехи!» Теперь у него было одно сердце с Иисуса. когда Петр проходил мимо храма, он увидел храмово. Петр говорит, «Взгляни на нас!» Как вы думаете, о чем подумал Петр? Ведь Иисус со мною! Иисус исцелил больного! Хотя я не могу! Но Иисус, который во мне, он может исцелить больного! И Петр говорит, «Взгляни на нас!» И потом он посмотрел и говорит, «Петр, серебра и золота нет у меня, но то, что имею, то даю тебе! Именем Иисуса на заре встань и ходи!» Это уже были не мысли Петра, когда у него было сердце Иисуса, он взял и поднял. Да, сила Господа начала проявляться через Петра, подобно Петру. Я решил жить не моим сердцем, сердцем Иисуса. Я грешник, который много согрешил. Но Иисус говорит, что я правдан. Хотя я много согрешил. Но если Господь говорит, что я правдан, значит, я не имею греха. Если Иисус говорит, что он омыл мои грехи, значит, я омыт. Аминь. Я поверил в Слово. И с того момента Иисус начал сильно действовать в моей жизни. Из-за того, что трижды отрехся от Иисуса, Петр считал, что он не достоин быть учеником Иисуса. Но Иисус же отличался. Эти грехи тоже омыты на Христе. Симоньянин. Любишь ли ты меня? Петр любил Иисуса. И говорит, да, пасе овец моих. Да, Господи. Я отрехся от Тебя. Но в то же время я люблю Тебя. Я хочу быть Твоим. Я верю, что Ты омыл меня. И потом он поднимался в храм и встретил храмов и сказал. А, у Петра была вера, что Иисус исцелит его. Во мне есть вера в Иисуса. Взгляни на меня. А он взглянул и Петр сказал, серебра и золота нет ни меня, но то, что и меня, то даю тебе. И мимо Иисуса на зре встань и ходи. Сразу соскочил с места. И Петра имел один сердце с Иисусом. Поэтому все, что есть у Иисуса проявляется через Петра. Когда у меня было одно сердце с Иисусом, и через меня происходили деяния исцеления. Я много раз видел, как Бог помогает. Мы сараспятые со Христом, и у нас есть Иисус. Иисус живет во мне. И если я буду с Ним единым, Кровь Иисуса Христа очистила все мои грехи. Если Иисус будет действовать в нас, вы будете маленькими Иисусами. Через вас люди будут получать прощение грехов, и будет дьянья Господа Бога. Я твердо верю в это. Не смотрите на ваши недостатки и слабости. Он очистил все наши грехи на Христе. Он вместе с нами. Когда у нас будет одно сердце с Иисусом, будет проявляться дьянья Господа. О, Господь, я такой слабый. В 62-м году, когда я получил спасение, знаете, я был един с сердцем Господа. Я видел, как Бог действует. я желаю, чтобы вы увидели деяние Господа Бога. Аминь. Скажите аминь. Аминь. Аллилуйя. У himа. Be счастлив. Продолжение следует...